Итак, народ, всех приветствую на канале Занимательное Музло. Я уверен, что все знают группу Dead Clock из мультсериала Металл Апокалипсис. Пятерых вымышленных и патажных музыкантов, исполняющих мелодик дед метал и добившихся невероятного успеха. В сериале все, конечно же, утрировано и иной раз сводится к абсурду. Начиная от того, что главные герои представлены не очень умными рок-идолами с полным набором проблем, который характерен рок-звездам. И заканчивая безграничной любовью фанатов, которые, зная, что посещение концерта любимой группы закончится в лучшем случае травмой, а в худшем смертью, все равно каждый раз устраивают солд-аут. Группа же Dead Clock, в свою очередь, обладает практически безграничными финансовыми ресурсами, что позволяет им содержать армию миньонов и устраивать невероятные шоу. Однако сегодня мы не будем обозревать сам мультсериал и говорить о прототипах, с которых были списаны персонажи. На обзоре настоящие студийные работы музыканта Брэндона Смола, часть песен из которых послужила саундтреками к сериалу «Металлапокалипсис». На данный момент выпущено 4 студийника, и о них мы и поговорим в видео. Но сначала я бы хотел обратить ваше внимание на 4-й студийный полноформатный альбом проекта La Vision Jungle из Ирана. Да, это, как и в прошлый раз, арабский блок-метал, представленный в России нашими друзьями лейбом Kealis Records. Однако, в отличие от группы Mula, La Vision Jungle не предлагает сырой саунд. Основные треки, которые не сконцентрированы на атмосфере, звучат крайне мощно и убедительно. И, кстати, вся лирика написана на персидском языке. Я уверен, что музыкальные эстеты, которые постоянно находятся в поисках чего-то оригинального и необычного, останутся довольны этой работой. Ознакомиться с творчеством группы и заказать диск можно будет по ссылке в описании. Напоминаю, что у Kealis Records внушительный список годноты, которая здесь на канале периодически будет освещаться. Но я очень рекомендую вам ознакомиться со списком групп самостоятельно. Ссылки на группу ВК, Bandcamp и официальный паблик дистрибьютора найдете в описании под этим роликом. Ну а теперь давайте обсудим студийные полноформатники группы Dead Clock. Первый полноформатник The Dead Album вышел в 2007 году. Все гитары, вокал и клавиши для него записал Брэндон Смолл, а на барабанах сыграл легендарный Джин Хоглан. Я думаю, что ждать какой-то провальной работы, в которой участвовал барабанщик группы Dead Angel, Testament и Dead, просто нет смысла. И действительно, несмотря на всю комичность, вложенную в The Dead Album, он слушается и воспринимается как вполне себе серьезная работа. Музыку с альбома можно описать как собрание клишированных элементов Dead Metal, причем не только мелодика. Потому что в музыке Dead Clock легко улавливаются фишки до тех же Cannibal Corpse. В пример, хоть вокал и не является стопроцентным гроулом и больше похож на хриплый шепот, но лично мне он напоминает манеру пения Джорджа Фишера, наверное из-за того, что Брэндон, как и Джордж, очень быстро и четко проговаривает текст. Что же касается мелодий, то я, наверное, сравнил бы их с мелодиями группы Amon Amart, чего только стоит трек «Потерянные викинги». В целом же альбом исполнен и записан прекрасно, а треки с него на полном серьезе могут претендовать на хитовость. Что неудивительно, так как больше их количества создавалось для телевидения, а следовательно рассчитывалось на широкую аудиторию. Учитывая, что дед метал далеко не самый популярный стиль музыки, то успех сериала «Металл Апокалипсис» я расцениваю не как чудо, а как результат работы талантливых музыкантов и в первую очередь автора музыки Брэндона Смола. Кстати, на трек «Фейс Фистед» был снят забавный мультипликационный клип в стиле сериала «Металл Апокалипсис», где главный действующий персонаж – Бэтмен. Наверняка вы его видели, но если вдруг нет, то крайне рекомендую. В 2009-м вышел второй полноформатный альбом «Dead Album 2». Он также был записан Брэндоном Смолом и Джином Хоганом. Звучит «Dead Album 2» плотнее дебютника, да и в плане материала он получился гораздо разнообразнее. Увеличилось количество гитарных мелодий и симфонических клавишных элементов. И я бы даже сказал, что произошло перенасыщение, из-за чего как сами песни, так и альбом в целом чисто субъективно стал восприниматься менее целостно, нежели дебютник. Возможно, что и не было задачи создать целостный альбом, а продукт был изготовлен исключительно в поддержку мультсериала. Но послушать стоит, хотя бы ради того, чтобы заценить, как охренительно звучит дуэт Смола и Хоглана. Я думаю, вы догадались, как называется третий студийник «Deadcock» 2012 года «Dead Album 3». Здесь в качестве басиста к Брэндону Джину присоединился Брайан Беллер. Мне кажется, что альбом получился более мрачный и атмосферный, нежели предыдущие работы. Да даже по названиям песен Андромеда, The Galaxy, Star Hunter можно догадаться, что альбом обещает быть пафосным. Но тем не менее, в большинстве своем это по-прежнему приятный и мелодичный дед метал. Слушал с удовольствием, как в сериале, так и отдельно от мультика. И последний альбом, вышедший в 2013 году. Как уже понятно из названия, это полноценная опера, написанная для заключительной 46-минутной серии «Metal Apocalypse». Не могу сказать, что я в восторге от этой оперы, так как не особо люблю подобные проявления творчества. Однако, есть фишки, которые очень зацепили. Например, трек «Дуэль», который в мультфильме обыгран как прослушивание токи в группу и его игра в дуэте с Квизгаром. И по сути, как полноценный трек, здесь и заявить так, кроме этой дуэли нечего. Несмотря на то, что у меня даже немного подгорало от сериала, потому что я искренне считал, что издеваться над тру-металистами не тру, да и музыка казалась слишком уж легкой для того, как она позиционировалась. Я со временем втянулся и с удовольствием следил за приключениями группы «Dead Clock». Очень жаль, конечно, что проект «Metal Apocalypse» завернули. И очевидно, что сама по себе группа «Dead Clock» как вымышленная, так и настоящая. Без мультсериала, несмотря на всю свою великолепную музыку, ценности представляет мало. Возможно, мы когда-нибудь увидим, чем закончилась эта история. Я хочу выразить огромную благодарность Валентину Мэпу, и не только за то, что благодаря ему вышел этот ролик, но и за то, что он напомнил мне о «Metal Apocalypse» и о тех приятных эмоциях, которые я получил, когда впервые смотрел этот великолепный сериал. На этом, пожалуй, все. Увидимся на стриме в пятницу. Не забывайте чекнуть в описании ссылки на La Vision Jungle и Callers Records. И спасибо всем, кто смотрит мои видео, ставит лайки, пишет комментарии и, конечно же, подписывается на канал. А с вами был Депрайс. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!